Всем здравствуйте, это Политбюро и Вадим Карасёв в нашей студии. Вадим Юрьевич, непрещение. Здравствуйте, Политбюро. Важный вопрос на повестке дня. Это очередной митинг, который прошёл, закончился. Словами организаторов наш митинг подходит к концу, но он продолжается в наших сердцах и душах. Это соратники, единомышленники Остапа Стахева, которого, кстати, в день нашей записи очередной суд по его делу во Львове антивакцинаторские идеи обретают, знаете, уже какую-то персонификацию. Когда во Львове прокуратура объявляет о том, что она не согласна с почти миллионом гривен залога и настаивает на том, чтобы обязательно он был под стражей, адвокаты Стахева борются по-своему и говорят о том, что нет, мы не согласны вообще в принципе с инкриминируемыми вещами, когда нам говорят о том, что это шпион Российской Федерации. Этот процесс, как видите вы, насколько он глубокий или всё на поверхности? Нет, ну смотрите, давайте, он, во-первых, глубокий. Почему? Потому что вот это движение антиваксов, так, оно же связано с контролем над своим телом. Допустим, я дважды вакцинировался. Это я распорядился своим телом. Почему? Потому что, может быть, я и не сильно этого хотел, но я понимаю, что ситуация так такая, что в условиях эпидемии и вируса государство контролирует тела. Потому что тела, любое тело человека, это потенциальный разносчик вируса. Поэтому государство для того, чтобы уберечь, скажем так, от эпидемии, чтобы не уберечь, сохранить медицинскую систему, уменьшить количество смертей, вынуждено, а иногда уже не вынуждено, а просто даже ему нравится. Может, это всегда силовая возможность, дополнительная силовая возможность контролировать тела. Я уже говорил о том, что когда обычная болезнь, это дело индивидуальное, потому что обычная болезнь не переносится на другого человека. Это личное дело твоё. Ты можешь лечиться, можешь не лечиться, можешь идти к врачу или к шаману, или народной медицины, или к бабке и так далее. Это твоё личное дело. Оно касается только тебя. Твоё личное здоровье. Ты собственник своего тела, и ты собственник своего здоровья. Вот и занимайся. Или вообще не лечись, а продолжай бухать, курить, вести непотребный образ жизни и питание и так далее. Это твоё личное дело. Но, когда речь идёт о эпидемиях, любое тело – это переносчик болезни. И здесь уже государство начинает его контролировать, это тело вынуждено. Но делают это с охотой, понятно. Это же увеличивает возможности государства контролировать ситуацию, увеличить власть свою. Так, мы уже привыкаем в другом мире жить, потому что ты летишь, ты должен при себе иметь там гею, какой-нибудь бумажный сертификат для того. Это всё. Ты уже, не дай бог, где-то забыл, и там гея не подтянулась, заворачивают тебя, не пускают на рейс. И никто не услышит тебя, что там билет пропал, чтобы пропала там командировка или пропали какие-то брони, там какой-нибудь гостиниц. Никого это не интересует. Потому что власть, государство, контролирует твоё тело. Почему? Потому что пока болезни это не изучено, коронавирус, до конца, по крайней мере. Так, государство делает такие превентивные, скажем так, мероприятия, контролируя все тела. Оно контроль какого-нибудь чиновника Минздрава или какого-нибудь чиновника Минцифры. Или даже политика над твоим телом всегда воспринимается как покушение на твоё я. Вы понимаете, это же, это уже такой, ну скажем так, даже попахивает таким медицинским тоталитаризмом. Как сказал бы Джордж Агамбен, который об этом пишет, итальянский философ, известнейший европейский философ, вот он об этом пишет, и он является неофициальным идеологом антиваксов. Теперь в другое. Погодите, я вот сейчас, это очень важная история. Мы вернемся к Остану Астахеву, к приговору, к суду, к людям, которые выходят, поддерживают, маршем прошли по главным улицам нашей страны. Я о другом. Неимоверный. Ну вот шок, сенсация в этом мире, антиваксов, вообще в обществе мировом. Это решение там Израиля и Австрии. Ну тоже, они тоже люди, они тоже не хотят. Демократия, это всегда же, и свобода. Она же касается чего? Тройственная формула ЛОКа. Право на жизнь, свобода и собственность. А нашу жизнь. Я хочу жить своим телом. Я хочу им распоряжаться. Австрия. И Австрия тоже это касается. В этой неделе локдаун с 1 февраля обязательно принудительная вакцинация. Потому что это называется государство исключения уже. Там же не столько демократическое государство, сколько государство мобилизационное, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения. Это где, что такое государство чрезвычайного положения? Это когда нету демократической политики, нету, скажем так, полноценной правовой системы, а государство управляет, а люди попадают в неразличимую такую серую зону между правом и насилием. А что находится между правом и насилием? Полиция. Поэтому полицейские государства в условиях эпидемий, особенно таких эпидемий бактериологических и так далее, выходят на первый план. Оно всегда спит. Полицейское государство в демократическом обществе, оно всегда есть. Когда кто-то нарушает порядок, оно вступает в силу. Полиция действует жестко, мы знаем, на Западе. Там не договоришься с ментами. Но с другой стороны... Стихийных бедствий, войны, террористических актов, эпидемий, это государство полицейское, оно находится в спящем режиме. Когда появляется теракт, война, конфликт военный, эпидемия, не случайно же появилась эпидемия, это война, которая брошена нашему обществу со стороны неведомых сил, потому что их же трудно идентифицировать. Врага. Когда такая война, ты понимаешь, это враг. Против него надо стрелять. А где тут враг? Он не видел. Так вот, тогда на первый план выходит вот эта спящая структура, становится бодрствующей. Но это же смешно. Давайте к любому украинцу, нашим подписчикам, вот сейчас просто возьмем и обратимся. Вот вы доверили свое тело государству под названием Украина или под названием Австрия? Вот сделайте такой выбор. Горосев в Украине доверил. А куда деваться? Доверил. Но, наверное, с точки зрения медицины, австрийскому государству можно больше доверять, потому что медицина лучше. Там можно оспорить в судах решение. Простому человеку в наши суда ты ничего не оспоришь. Ничего. Это суды для богатых. Это суды для богатых. Не случайно все хорошие судьи, они куда идут? В хозяйственные суды. И административные. А в таких судах? Потому что там можно это оспорить. Там есть возможность понять до конца, что делать. Найти или авторитетные инстанции. Потому что, смотрите, вот в Германии институт Коха. Авторитетные инстанции. И, кстати говоря, Меркель прислушивалась, и домой новая власть будет прислушиваться. Что скажут ученые из института Коха? Такое Австрия. У нас есть такие институты Коха? Да у нас шаманы одни. Потому что у нас врачи в Фейсбуке, хороших врачей очень мало. Или их не слышно. Потому что плохо работают специальные, скажем так, институции, например, медиа, телевизор. Для того, чтобы вытащить авторитетное мнение. Почему? Потому что у нас все завязано на том, чтобы рейтинг дать. А если медик не дает рейтинг, его не будут приглашать. Выходит замминистра. Говорит, что российская пропаганда атакует электронное больничное. В том-то и дело, что откуда у нас этот министр появился? Это сам министр. Еще раз говорите. Откуда у нас этот министр появился? Его поставили. Откуда? Ну, понимаете, лейтенанта сделать генералом. Министр. Вот в этом же проблема. Кто таким доверять будет? Ну, кто таким будет доверять? Понятно, что нет доверия. Потому что всегда позазрение, что чей-то человек чем-то поставлен, кем-то поставлен. Поставлен для того, чтобы прикрывать всякого рода тендера и прочее, прочее. Ведь у нас что, как бы, министерство охраны здоровья, оно не коррупционное было? Оно всегда было коррупционно емкое. Там такие деньги делали всегда. На закупках, тендерах, на лицензиях, на всякого рода этих фармацевтических заводах, которые иногда просто вот эти все фальшивые таблетки делали. Отклонились от темы. Нет, это тема, потому что есть уровень. Понимаете, когда есть политические войны, что вы на войне делаете? Вы, понятно, что бывают такие случаи. Смотря кто вы. Вот, правильно. Вадимир, вот смотря кто вы. Если вы мирные гражданские, вы в подвале сидите ждете, чтобы не прилетело. Если вы при власти что-то организовываете. Еще раз говорю, потому что у нас политика строится по кламу. Вот есть они, а есть мы. Ты свой. Неважно, какой ты там. Профессионал, непрофессионал. Главное, чтобы ты был свой и слепо, слепо служил мне. Помните песню «Свободу Анжели Дэвис»? Слепое, слепое, слепое повиновение. Ты не просто мой там, ты подданный мой. Это настоящий, так сказать, феодализм. Когда вот есть свой помещик и все вокруг него. «Свободу Анжели Дэвис». Да, помню, конечно, я помню прекрасно Анжели Дэвис, да. Хорошая такая была, скажем так, я недавно ее видел, она стала популярной опять, но помню ее лет сорок назад. В мини-юбке, такая шапка была модная, тогда в стиле Джимми Хендрикса, там вот такие все, скажем так, «Темптейшн». Была группа такая, вот, афроамериканцы, вот, крутая. А Стаб Стахев, параллели проведем? Ну, та нет, ну, смотрите, Анжела Дэвис была коммунистка, и, кстати говоря, она ученая была, она же профессор. Вот так, и ее, кстати, все больше за политические взгляды, ну, и учитывая там расовые, как бы немножко момент. Стахев нет, это, скажем, его сами делают, наши службы. Понимаете, вот это тоже проблема в чем? Слабых авторитарных таких или полуавторитарных режимов в чем? Надо так, а сильный авторитарный режим, он сразу задавит так, что не пикнешь. Посмотрите, Лукашенко. Или отпустите, не делайте из него героя. Я этого Стахева не знал, теперь я его знаю. Теперь уже ходят демонстрации по столице. С перевернутыми флагами. Перевернутыми, да, и свободу Стахеву. Зачем вы лепите героя? Ну, вы же сразу слепили его. Тем более, доказательств особых нет. Опять в суде будет что? Свободу Юрию Деточкину, да? Ну, давайте. Давайте это все превращается в фарс какой-то, карикатуру. Ну, пародию. Я понимаю, что власти бывшие пародисты, там, так сказать, и так далее. Ну, не превращайте это все в пародию. Дайте, пусть он сам, знаете, ну, хорошо, антиваг. Это что, антигосударственная какая-то деятельность. Это можно разъяснительную работу проводить. Врачи, давайте продумайте программу, чтобы выявить самых лучших авторитетных врачей, чтобы они рассказали, с какими рисками вы можете столкнуться, вакцинируясь и не вакцинируясь. Я скажу, что я вакцинировался второй раз, ну, достаточно так, не очень хорошо себя чувствовал. Может, даже сейчас, хотя это было две недели назад. Да, это, ну, какие-то вот происходят, чувствуешь что-то как-то, вот. Риски, это надо же взять, а не вот это полагаться на то, что кто-то напишет в фейсбуке, а потом это все расшаривают. Ну, страна в фейсбуке, это же страна в фейсбуке, понимаете, ну, невозможно это. Ну, невозможно, это страна в фейсбуке. Все решается в фейсбуке или там на телевизоре. Где государственная институция? Ну, не может быть государство находиться в смартфоне. Это глупость несусветная. Государство должно быть, государство это институция, это учреждение, юстиции, право, правоприменение, полиции, научные институции, научные авторитеты, академия наук, академия педагогических наук, университеты, профессора, преподаватели университетов, медицинская академия, там оттуда университеты. Я хочу подытожить, вот вы какую последнюю новость от Министерства юстиции слышите? Правильно, смотрите, это институция. Я слышал про вибраторы, которые на таможне поймали, а будут продавать на аукционе? Ну, понятно, человек понимает так, что вот в пассе пришли, скажем так, люди с этого смеха, вот он тоже хочет сказать, что я свой, подает сигналы, я тоже клоун, я вам подаю сигнал, так что меня не трогайте. Ну, ладно, еще раз говорю, есть знания, понимаете, экспертократия должна быть еще. Кроме демократии, экспертократия должна быть, доверие к экспертизе, а не все забалтывать, опошлять, превращать это все, ну, скажем, в такой местечковый базар. Но для этого же есть институты знаний, у нас же есть академия нового, медицинский институт имени Богомольца, так, там же есть кафедры, профессора, другие учреждения. Этим заниматься надо, а не заниматься политехнологиями, расставлять своих людей на хлебные посты и другие кормления, так, и думать о том, как бы мне всю власть забрать в этой стране? А управлять вы умеете? Да у вас с той властью, у которой у вас есть, вы управлять не умеете. А если вам всю дать власть, чем это закончится? Если у вас есть управленческих навыков, вы о правлении думали или нет? Кстати говоря, президента-то избирали, чтобы это было управление все-таки, чтобы уйти от этих всех, скажем так, вот этих жадностей, скупостей, тупостей, элит, чтобы убрать это все, сказать, и как бы перезарядить страну, чтобы вот, используя доверие людей, подобрать штат профессионалов, укрепить институции, и чтобы страна заработала, чтобы она не воевала тут везде, на внешних границах воюют, внутри воюют, все время война, 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 в смысле, за добычу. Ну, это же средневековая, скажем так, атмосфера. Добычу, добычу, везде кишат хищники. 21-й год, 21-го века. Кишат хищники за добычу, вот добыча. Мы тоже с вами хищники. За лайки и подписку. Подписывайтесь на Политбюро, будьте с нами. Я благодарю вас за эту беседу. Да, но мы все-таки благородные хищники. Мы иногда, скажем так, можем жертву и простить. Так что мы хищники за лайками, и вот в этом смысле мы благородные, что мы, как бы, хищники не за добычу, там, за людей. Мы за одобрение. А без одобрения любой публичный человек, он все-таки нуждается либо в одобрении, либо, ну, скажем так, в оценке. Поэтому, последние слова, прощания мои будут, честь имеем с Вадимом Карасевым. Всего хорошего. Да, мою честь.